Да, конечно, смена закончилась, ты как раз успеешь попрощаться со своими подопечными. Да как так-то? Что ж вы меня раньше не предупредили? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Чистовек, рот, нацки, нейтральная концовка. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий. Ну и погнали! Мне спешить было некуда, тюк, собранный Ольгой, я не разбирал. Оставалось только перенести его на площадь. А, это ты? Ждёшь кого-то? Нет, думал опять эти... Менты? Сыроежкин кивнул. Знаешь, нам с детства говорили. Моя милиция бережёт меня. И ведь мы верили. А как понимать, когда тебя обвиняют ни за что? Он говорит, ты друга убил. Пистолетом мне в лицо тычет. В наручный, в наручники заковывает, допрашивает. А я вообще не знал, не знал! Не милиция, а гестапо какое-то. Это ещё мелочи. Лет так через сорок вообще будут заинакомыслия винтеть. В каком смысле? В самом что ни на есть прямом. Ладно, не заморачивайся. Собрался? У меня тут немного, а что с вещами Шурика делать? Лучше ничего не трогай. Сами здесь разберутся. Потом родни отдадут. Блин, что я его родителям скажу? Это не твоя забота. А вот Ольге Дмитриевне, скорее всего, трындец. Да, жаль её. Как только держится ещё. Я достал из рюкзака футболку и переоделся. Сыраяга вяло бродил по комнате, собирая своё барахло. Ждать его было в лом. На площади встретимся. Я махнул ему рукой и вышел из домика. На площади ещё никого не было. Детишки паковали чемоданы. Я выбрал лавочку в тени и присел, оглядывая владение с начертевшего агента, надеясь... Надеясь в последний раз. Кто знает, может мне и вправду пора уже запомнить всё это, чтобы вспоминать потом как... Кошмар или сказку. Семён, разговор есть. Да? Странно, у меня к тебе никакого разговора не намечается. Женя высокомерно приподняла бровь. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать? О чём, Женя? О перелётных птицах? О сыроежке. Блин, я хотя бы из мужской солидарности. Больше всего мне хотелось молча развернуть её пинком под зад. Ну а потом я вспомнил несчастное Серёгино лицо и... Ладно, мне не трудно, а пацану, может, помогу. И себе карму почищу напос... Напоследок. Ты настолько бестолковая, какой мне кажешься? Или хуже? Что ты о сыроежке не знать хочешь? Что он влюблён в тебя? Так это и все... Так это все и так знают. Что по дуре купился на Ульянкин развод и проиграл не только всю еду за полдня, но ещё и ночёпку в нормальной постели? Что Ульяна сама смухлевала, а Серёгу посла, чтобы он никаких пославлений себе не надыбал? Наконец, что ты поверила наглой вружке, парня, который хоть и дурак, но хотя бы порядочный. Оттолкнула тогда, когда могла помочь? И в наручниках он сегодня из-за тебя оказался, потому что ночевал под сценой. А мог бы в библиотеке. Это всё? А тебе мало? По-моему, тоже должна быть на полпути к сыроегиному домику, чтобы вымолить прощение, пока не поздно. Женя покраснела. Кажется, я таки её достал. Знаешь, меня действительно занесло. Мне ведь тоже Серёга нравится. Не уверена, что смогу что-то исправить, но ты прав. Терять нечего, а попробовать стоит. Я, пожалуй, пойду к нему. Только последний маленький вопрос. Если ты знал, что Ульянка мухлюет, почему не вмешался? Прививка от глупости. Иди, времени у тебя немного. Женя торопливо направилась в сторону домиков. Дойдя до конца площади, она вдруг оглянулась и до меня донеслось звонкое «Спасибо». Между тем, на площадь потихоньку сползались отъезжающие. Среди них я заметил и группку японок. Она выгля... Они выглядели растерянными, а меня вдруг... Блядь. У меня вдруг защемило сердце. Это последние минуты вместе или что-то будет впереди. Я подошёл к ним. Да, мэм, будьте так любезны, сдайте ваш багаж. Сэм, какой там багаж? Неважно, просто позвольте за вами поухаживать. Мне будет приятно. Ну, раз ты так настаиваешь... У моих ног оказалось четыре разноцветных рюкзака. Плюс мой пятый. Я нагрузился поклажей, как и шаг, и попёр всё это на остановку. Не то, чтобы девочкам было очень... Ой, блядь. Очень уж легко самим нести свои вещи. Блядь. Не то, чтобы девочкам было очень уж тяжело самим нести свои вещи, но напоследок хотелось сделать им хоть что-то приятное. Так что вышло четыре японских и один мой рюкзак. Я... Я... Семён! В открытом окошке автобуса показалась Ульянка. Морковку хочешь? Столовая закрылась, морковки нет. Я направился к куче баулов, лежащих у дороги, которые водитель спор... Водитель спора загружал в недра Икаруса. Японки у Нелла топтались рядом. Семён, это что, твой багаж? Нет, я девочкам помогаю. Нет-нет, тогда эти вещи сюда не клади. В сторонку отнеси и занимай место в автобусе. Там как раз одно осталось. Отправление сразу, как только всё загрузят. Не понял, а японки? Для японской делегации пришлёт отдельный автобус. Ид от посольства. Он уже вот-вот появится. Поедет буквально следом за вашим. Так тогда я с ними и поеду. В дороге переводчиков всё равно понадобится. Не переживая, за девочками выслали и сопровождающего. И переводчика. К тому же их сразу в посольство повезут. Так для иностранных делегаций по международному протоколу положено. Ага. И попали они сюда строго по протоколу. В международному. И что, на этом всё? Да, конечно. Смена закончилась. Ты как раз успеешь попрощаться со своими подопечными. Да как так-то? Что ж вы меня раньше не предупредили? А чё, мы конца смены? Ты до семи считать умеешь или не знаешь, что такое календарь? О том, что мы поедем не вместе. А я разве должна перед тобой отчитываться? Ты кто? Начальник лагеря? Или министр иностранных дел? Вот это нежданчик. Я был растерян и лихорадочно соображал, что теперь делать. Сэм, что случилось? У тебя такой вид? Да, случилось. Ольга Дмитриевна говорит, что тут мы расстанемся через несколько минут. Я сейчас уезжаю, а за вами автобус из посольства приедет. И что? Как же теперь? Быстро, бумагу давайте, у кого блокнот близко. Нацики поспешно выдрала два листочка. Сэм, пиши все свои координаты, адрес, телефон, контакты в соцсетях. Все, что есть, на всякий случай, лучше перестраховаться. А мы тебе свои напишем. Я торопился, психовал, на весу писать было неудобно. А и руки от растерянности дрожали. Разберут ли потом мои каракули? Ой, парень, я целую из-за зно, пора прощаться. Лезь в автобус, а то пешком потопаешь. Ну, все. Мы обменялись исписанными бумажками. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Мы встретимся, мы обязательно встретимся. Я развернулся и побрел к автобусу. Стоило мне войти, двери тут же закрылись, и мы поехали. Вот, смотри, седушка, откидывай и садись. Водитель ткнул на место кондуктора. Ща. Наступая на чьи-то ноги, я протиснулся в хвост автобуса. Прильнув к заднему окну, успела видеть, как к остановке Савенка подъехал знакомый синий автобус. Ай, ты меня на ногу доступил, что ты вообще здесь забыл? Сорян. Буркнул я и пошел дальше. Обратно. Я уже добрых полчаса пилился в окно над дремучей леса и луга с васильками и ромашками. Кое-где листво деревьев уже потеряло летнюю яркость. Будто выцвела под белым солнцем. Потом пошли поля топоря, топорщившиеся жесткими щетками скушенной травы. А на них стаган или скирды. Кто их там разберет? Странно, но спать совершенно не хотелось. Пока я размышлял, на горизонте образовалась сизая туча. И стремительно двинулась нам наперерез. Темнело прямо на глазах. И вдалеке я уже различил подающие наискось потоки дождя. Ближе, еще ближе. Вот по стеклам ударили первые капли. А вслед за ними левануло так, что пейзаж за окнами стал похож на размытую акварель. Я вжался носом в стекло. Но кроме темной мути так ничего и не рассмотрел. Что-то шмякнулось в окно и сползло, смытое дождем. И еще раз и еще. Снег пошел. Охренеть! Вместе с водой с неба уже летел снег. Нагло залепляя окошко грязно-серой кашей. Летом? Снег? А вот. В автобусе стало заметно холоднее. От дверей нещадно дуло, и я полез в рюкзак за курткой. Я оглянулся. Кто бы сомневался, что к этому моменту я снова останусь один. Не успел я додумать эту мысль, как в салоне включился тусклый свет. Смотреть по сторонам не было смысла. Более-менее видно было только сплошное снежное покрывало. Серое в сумерках и белое в узких конусах света фар. Вскоре света стало больше, но как-то странно. Появился, пропал, снова появился. Фонари? Я боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть наваждения. Может, это все-таки сон? По моим ощущениям, прошло не больше часа. Как мы отъехали от ворот лагеря. Сколько это километров для старенького Икаруса? 60-70. Какую сторону тогда мне надо было ехать? Автобус замедлил ход. Пару раз винул и остановился. Дверь со скрипом открылась, меня обдала морозным воздухом. Я подхватил пожутки и буквально вывалился наружу в ночь и метель. Оставили там, где и взяли. Ну, здравствуй, давно не виделись. Спасибо, автобус. Обернулся я, но автобуса уже и не было. И даже снег у остановки колесами не примет. Стою я... Только я стою столбом по щеколотке в сугробе. За время моего летнего отпуска я достаточно сильно привык к теплу. И сейчас откровенно мерз. Пора домой. Лифт не работал, поэтому пришлось наверх перить пешком. Первые семь этажей дались легко, но уже после двенадцатого мне хотелось лечь прямо на лестнице и тихо умереть. Входить в квартиру было страшновато, но на удивление в ней не изменилось абсолютно ничего. В зеркале я увидел какого-то торча с кругами под глазами. Надо будет обязательно побриться. Телефон отправился на зарядку, а одежду в стерку. Комната встретилась синим мерцанием монитора. Я забыл выключить компьютер. Интересно, какой счет придет за электричество? Впрочем, взглянув на переписку с одноклассником, я озадачился еще больше. По всем параметрам выходило, что меня не было дома около десяти часов. Как так? Что за бред? Может я просто слетел с катушек? А Тумас Алья отмел пятью минутами позже. В кармане пальто нашелся листик с адресами японок. Раза с десятого я вспомнил пароль от своей страницы на фейсбук. Но толку от этого не было. Переход по ссылкам показывал страницу 404. Неверно написали? Все сразу? Верилось с трудом. Может меня просто слили? Помучившись с переводчиком, я забил их домашние адреса в Google Maps. Но с ними вышла накладка. На двух улицах отсутствовали дома с такими номерами. Еще одна улица нашлась в другой точке Японии. Четвертой не существовало и вовсе. После двух часов бестолковых поисков я принял решение хорошо выспаться и продолжить с утра. Будешь уезжать? Забери с собой японок! Вот чего я не сделал. Нельзя было слепо довериться Ольге с ее глупыми установками. Ну какой в жопу специальный автобус? Они ведь такие же попаданцы, как и я. И теперь я здесь, а они скорее всего там. Одни. В прошлом году я снова сел в 410-й, но заснуть не получилось. Да и приехал не Лиас, а какой-то новенький бусик. Сегодня вторая годовщина моего возвращения. И в этот раз я подготовился как следует. Не спать двое суток было сложновато, но теперь меня точно вырубят. Главное сесть поближе к обогревателю. Конечно, гарантий того, что я снова попаду в совенок, не было. Но это был мой косяк. Я бросил девочек там. Поэтому попытаться был обязан. Есть ли шансы, что за два года они не сошли с ума, как и я в свое время? И еще не факт, что после всего этого они примут меня с распростертыми объятиями. Да и вообще. А был ли лагерь? Этот вопрос я тоже рассматривал. Внятных выводов на этот счет у меня не было. Листики с блокнота нацкие и бутылка столичной – это все, что я привез с собой. Водка, кстати, оказалась испорчена. На крышке имелся дефект и весь спирт попросту выветрился. Но за 30-то лет вполне простительно. Мне ясно было только то, откуда она взялась, если не из лагеря. Нацарапанные карандашом кривые струки, в свою очередь, могли быть точным горячичным бредом. Так что сам факт реальности совенка трещал по швам, но и опровергать полостью его не получалось. Слишком уж долгий сон получился, если бы был таковым. Воспоминания. Я вернулся в долагерный ритм жизни, но не было ни дня, когда я и не думал о нем. И о девочках, которым наверняка пришлось столкнуться с цикличностью. Я обязательно что-нибудь придумаю. Вы только дождитесь. И на этом у нас нейтральная концовка. Нацкие усио. Впереди у нас еще по две концовки. У юрки и у сайорки. Но их мы будем делать уже как-нибудь в следующий раз. А сегодня на этом все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok